Медиагруппа Авангард представляет Итак, мы с вами сегодня здесь разговариваем, естественно, про Security Operations Center и про автоматизацию. И сегодня хотелось бы поделиться некими мыслями про то, что технологии это важно, нужно и классно, но хотелось бы более широкий взгляд на это сразу задать на этой сессии. И мы начнем с того, что взглянем в будущее. Смотрите, на сегодняшний день у нас есть такие люди, раньше, наверное, научные фантасты про это больше писали, сейчас есть специальная профессия, футуролог, которые за нас с вами смотрят будущее и предсказывают, как будут развиваться технологии. И в том числе технологии SOC это всего лишь один из видов технологий IT и ИБ. И вот есть такой человек в компании Google, Ray Kurzweil, я думаю, всем знаком, всем известен. Есть несколько его предсказаний, которые хотелось бы сейчас привести, как некая затравка для дальнейшего общения. Первый момент. Уже буквально через 4 года с небольшим у нас с вами, по мнению Ray, будет полностью автоматический автопилот на автомобилях и будет запрещено садиться за руль автомобиля, если он не оборудован автопилотом, помощником, который уже будет означать, что мы не доверяем человеку в этот момент, мы доверяем только машине. Уже через еще буквально год у нас появится полностью рынок гаджетов-имплантов, когда каждый человек станет по сути киборгом, он будет доработан технологически для того, чтобы лучше, эффективнее жить, работать и функционировать. И уже в 2038 году, что тоже при нашей с вами жизни очень скоро произойдет, с его точки зрения будет некое поколение роботизированных людей. Людей, которые по большому счету уже частью машины, частью робот, частью человек, когда их интеллект дополнен механизмами, и эти механизмы позволяют им превосходить в разы и на порядке свои возможности. Можно с этим спорить, можно нет, но мы видим, что технологии, они развиваются очень быстро. При этом есть важный момент. Технологии усложняются, развиваются, но готовы ли к этому мы с вами, готовы ли к этому люди? И на сегодняшний день у нас есть ряд исследований, которые показывают, что на рынке информационной безопасности есть большая проблема как с экспертизой, все, естественно, об этом много говорили сегодня и на любой подобной конференции, как с экспертизой, так и с вопросом того, а как мне найти нужного человека, если я строю, допустим, security operations center, если я внедряю какую-то систему, как мне найти те самые точки знаний, точки квалификации и какие. И более того, все почти единогласно говорят о том, что современное образование не отвечает тем задачам, которые делаются в работе. Соответственно, здесь есть несколько тенденций, естественно, общая тенденция в том, что есть недостаток квалифицированных кадров, и образование сегодня не успевает за изменяющимися технологическими знаниями, и есть очень четкий период полураспада, когда буквально за 1,5-3 года то, что вы знали вчера, сегодня становится уже устаревшим наполовину. Поэтому проблема того, что когда мы строим наш центр по реагированию, у нас есть огромный объем информации, огромный набор технологий, которые настолько быстро изменяются, и необходимо демонстрировать большую скорость принятия решения. Зачастую человек просто не успевает настолько развиваться. Второй момент – это текучка персонала. Знакомая также любой компании на российском рынке ситуация, когда нам не хватает людей ежедневно, постоянный кадровый голод, людей переманивают. Рынок сегодня – это рынок соискателя в том плане, что есть и демографическая яма, есть и моменты относительно все более и более растущих запросов со стороны специалистов. А те специалисты, которые работают, которые действительно дают результат, они выгорают. Почему они выгорают? Потому что есть третья тенденция – это тенденция стресса. Особенно если вы работаете в реагировании на инциденты, когда у вас здесь и сейчас должно за секунды произойти конкретные действия, конкретные решения, и при этом ответственность огромна. И согласно одному из исследований в области информационной безопасности есть, скажем так, ряд параметров, ряд моментов, которые создают у информационного безопасника стресс. Стресс от того, что постоянно на тебя огромная нагрузка, стресс от того, что возникают новые задачи, которые ты на сегодня не планировал, они падают, 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 и ты, соответственно, не можешь заниматься теми, той работой, которой планировал и хотел заниматься. Стресс от того, что я сделаю что-то неправильное, и будут серьезные последствия, потому что мы с вами в такой области работаем. И, естественно, есть комплайенс, аудиты, и все больше и больше и больше. Все эти три фактора приводят к тому, что человек на сегодня к автоматизации скорее не готов, чем готов, как бы не развивались технологии. Как с этим бороться? Нужно автоматизировать человека. Ответ простой, банальный, и в нашей области автоматизировать человека – это означает решение класса СААР. Есть определение решения класса СААРа, сделанное Гартнером. Здесь есть некое изменение, некая эволюция взгляда Гартнера на этот термин. Я бы сказал, что они просто с одной стороны реагируют на то, что происходит на рынке, а на рынке происходит большая сегментация решений, то есть выделяются отдельно решения по threat intelligence, по vulnerability management в отдельные классы, и они уходят из понятия СААРа как такового. Верхний уровень ВСАР движется больше в сторону того, что это то решение, которое позволяет нам реагировать на инциденты и обрабатывать те вкладные данные, которые приходят из других классов решений, средств аналитики, СМ и так далее. Соответственно, можно здесь опять же соглашаться или нет. Нам бы хотелось смотреть на это более комплексно. Нам бы хотелось посмотреть на автоматизацию в целом. А что такое автоматизация? Смотрите, я бы предложил здесь рассмотреть три неких базовых уровня. Что такое автоматизация деятельности в области инновационной безопасности или, например, реагирования на инциденты? Первый уровень – это экзоскелет. Что это означает? Вот мы здесь и сейчас реагируем на инциденты. Нам нужны какие-то средства, какие-то информационные системы, какие-то помощники, которые позволят нам делать это более эффективно. Это, может быть, начиная от инструкции, которая непосредственно говорит мне, что делать, но она все еще просто инструкция, и дальше все это делаю я. И заканчивая системой, в которых я быстро и просто найду нужную информацию в сжатое время и отреагирую. И этот экзоскелет – это тот первый уровень автоматизации, который необходимо проходить, если вы внедряете это в области реагирования на инциденты. Когда у вас есть экзоскелет, есть система, которая позволяет вам быть эффективнее, есть второй момент – это автопилот. Следующий уровень – это когда вы можете отдать, по большому счету, системе какие-то решения, вы можете прописать автоматизацию каких-то решений по реагированию действий, но вы, тем не менее, держите руки на руле, вы контролируете, что делает система. И на самом деле в большинстве наших проектов, которые мы сейчас ведем, автоматизация с использованием САА-решения, она останавливается сейчас на сегодняшний день где-то здесь. То есть, как правило, компании сейчас не рискуют отпускать руки с руля, они все равно, даже если что-то прописали в плейбуке и что-то будет сделано автоматически, хотят, чтобы где-то там по дороге я все-таки нажал галочку и позволил системе это сделать. Не доверяем мы на сегодняшний день еще настолько нашим технологиям того самого СОКа. А целевой уровень автоматизации – это уровень третий, это робот. Когда система действует сама. Мы с вами строим эту систему, мы с вами ее настраиваем, адаптируем и каждый момент времени работаем над тем, чтобы она была эффективнее, но действует она сама. И по вот этим трем ступенькам с нашей точки зрения должен двигаться в том числе и каждый проект по внедрению СААРа, по построению СОКа. Следующий момент – это вопрос того, как в этой всей парадигме действуют люди. И есть такое исследование, одно из немногих исследований на предмет того, как работают Security Operations Centers с точки зрения человеческого капитала и какова эффективность этого самого человеческого капитала, когда мы говорим о первой, второй, третьей смене, архитекторах и так далее. Это все люди и они каким-то образом здесь действуют. Согласно этому исследованию есть некий цикл человеческого капитала, по которому мы с вами все работаем, развиваемся. Вначале у нас есть какие-то навыки. Мы приходим с вами, допустим, в условный СОК. У нас есть какие-то навыки, которые у нас есть, бэкграунд, обучение и так далее. И у нас есть среда, те условия и те задачи, которые появляются перед нами для того, чтобы эти навыки применять. Применяя эти навыки, нам приходится проявлять определенную креативность. Мы решаем задачи. Решив эти задачи, мы растем профессионально. И все мы проходим по этому циклу. И по-хорошему это должна быть спираль. Но в ряде случаев, так как работу все равно делать нужно, и те задачи, которые мы решали в тот момент, когда в цикле была креативность, которые мы решали, их по-прежнему нужно выполнять. И дальше они уже не становятся вопросом творчества и креативности, они становятся рутиной. И мы все еще в этом цикле, мы крутимся и не можем перейти на следующий уровень, потому что все наше время занимает рутинные задачи. Как от этого уходить? Есть вопрос автоматизации, который необходимо решать в таких случаях. И он заключается в том, что в тот момент, когда мы что-то творчески решили, что-то сделали, мы в этот момент должны отрефлексировать и автоматизировать те решения, те подходы, которые мы выработали. Например, есть какой-то конкретный сценарий, по которому мы реагируем на инцидент. Мало его написать, мало его реализовать. Надо обязательно подумать о том, а где здесь в этом сценарии. Я могу это автоматизировать и вынести часть рутины за пределы, чтобы работать над тем, чтобы дальше развивать компетенцию, развивать эффективность процесса. Соответственно, здесь мы рекомендуем обратить внимание на этот цикл при работе с любым проектом и с любой операционкой с точки зрения того, чтобы люди не выгорали, не было текучки и так далее. Далее. Какие есть подходы к автоматизации в целом? Вот я здесь написал автоматизация вчера, хотя для многих это может быть даже еще и завтрашний день, но тем не менее для нас в наших проектах мы видим, что это все-таки работа повседневная в большом количестве компаний. И сейчас это работа с наполнением базы активов, например. То есть мы работаем с тем, чтобы мы четко знали, какие у нас есть активы, мы сделали автодискаверинг, мы набирали документы, мы работали с базой, наполненной автоматически, управляли этими активами. Мы работаем над тем, чтобы определить алгоритмы, каким образом обрабатывать типовые ситуации, сценарии. Мы работаем над тем, чтобы наводить порядок просто в процессе вот этого вот выявления и реагирования на инциденты. И это все уже по сути вчерашний день. Нам нужно двигаться дальше технологически. И те компании, которые прошли этот этап, они могут перейти на следующий этап, который с нашей точки зрения заключается в том, чтобы автоматизировать уже с помощью современных технологий те моменты, которые раньше все-таки делались аналитиками. То есть, например, мониторинг и поиск фактов компрометации. Мы на сегодняшний день имеем ряд решений, которые могут вместе давать нам автоматизированный результат. Есть у нас угрозы. Угрозы анализируются, ну, здесь я явно не приводил, тем не менее, приходят в CM, приходят в SAAR, приходят в HANIPOD. HANIPOD нам отдает определенные срабатывания. Мы четко можем на них реагировать с помощью того же SAAR. И все три системы или четыре, они заинтегрированы друг с другом. И у нас есть четкий процесс, описанный, по которому это все работает. Таким образом, аналитик, он получает полную картинку в SAAR о том, что сейчас происходит, какая у меня угроза сработала, какой конкретный IOC и может на это реагировать согласно своим сценариям. То есть, сценарий у нас до этого был. Сейчас мы работаем над тем, чтобы автоматизировать мониторинг и поиск фактов компрометации. Следующий момент – это автоматизация процессов ФБ в целом. Мы считаем, что неразрывно вообще с любым security operation центром связаны любые другие процессы. Например, вы не можете качественно построить реагирование, если у вас есть SAAR, но при этом нет нормальной системы управления активами. У вас SAAR не будет вам показывать той картинкой, которая вам нужна, чтобы быстро и эффективно принять решение. Вы не можете качественно говорить о решении и предотвращении инцидентов, если у вас не идет построенный автоматизированный процесс управления уязвимостями. Так, чтобы уязвимости вместе из разных источников в одно место попадали, схлопывались, обрабатывались, закрывались, и большая часть из них не требовала человеческого участия. Соответственно, и более того, если мы говорим с вами про реагирование на инциденты, есть момент рисков, которые это реагирование на инциденты закрывает, и ущерба, который тоже автоматически по-хорошему должен считаться в том случае, когда у нас произошел инцидент, мы, исходя из оценки рисков, можем работать с тем ущербом, который предотвращен. Поэтому вот эта система менеджмента инфрационной безопасности – это тоже важный момент, который сейчас не во всех ситуациях, когда люди строят сок и концентрируются прежде всего на реагировании, учитывается. И третий момент, который я бы здесь привел, это не исчерпывающий список, это просто некие здесь примеры тех подходов, которые на сегодняшний день актуальны с нашей точки зрения, а это автоматизация compliance контроля. Автоматический технический аудит, например, то есть когда у вас есть четкие конфигурации, есть cardening, есть система, которая автоматически смотрит на то, насколько у вас ваша инфраструктура, например, или ваши процессы соответствуют вашему пониманию того, что они такими должны быть. И это помогает и prevention устраивать относительно инцидентов, и реагировать на них, потому что мы четко понимаем, как и где сейчас настроена у нас система и соответствует ли это нашему видению и нашим целям. Есть следующие моменты, на которые хотелось бы взглянуть вперед, и немножко выйти здесь вообще за пределы технологии SOC как такового. Мы с вами сегодня все время говорим в своей отрасли о том, что есть инфраструктурная безопасность, и мы работаем с реагированием на инциденты. Но по большому счету то же самое происходит в других дисциплинных отраслях. И, соответственно, есть автоматизация процессов, как бизнес-процессов в компаниях, так и IT-процессов, так и банальная роботизация. И по большому счету мы с вами делаем примерно ту же работу. И здесь нужно замыкать эти вещи друг на друга и доносить до, условно, может быть, бизнеса и так далее, что мы здесь не инфраструктурную безопасность только автоматизируем, а по сути точно так же, как и любой другой процесс компании, мы автоматизируем и получаем выгоду для всего бизнеса целиком. И заводить эту автоматизацию друг за другом, заводить эти команды, чтобы они взаимодействовали, чтобы это была единая целостная картинка. Доверять машине. То есть следующее будущее, которое впереди у нас, это когда мы все-таки сможем доверять, перейдем на третий этап и начнем позволять ей принимать решения, принимать их быстро, автономно и эффективно. Автоматизация by design. В ситуации, когда у нас в компании еще какой-то процесс не построен, строить его завтра нужно уже исходя из того, что он будет автоматизирован. С самого начала, то есть вы только-только строите, вы не думаете о том, а давайте я сперва построю процесс на человеческих, на бумажных каких-то ресурсах, а потом мы займемся автоматизацией. Нет, мы сразу закладываем в дизайн процессов, в дизайн системы, в дизайн компании, то, что это будет автоматизировано, и тогда это будет успешнее. Инкапсуляция и полиморфизм. Здесь мы с вами немножко можно взглянуть на соседей с точки зрения IT, на программистов, которые уже давно-давно работают на уровне более высоком, чем конкретное решение задач изобретения велосипеда в каждом конкретном проекте. И люди пользуются библиотеками, люди работают с наработками теми, которые были сделаны до них другими командами, и нам с вами тоже на следующем этапе придется работать на более высоком уровне. Когда сама автоматизация сделана и в виде какой-то библиотеки, либо какого-то конкретного пакета нам предоставлена, а мы уже работаем на более высоком уровне, мы говорим, что вот здесь автоматизировали процесс, и под этим лежат те самые технологии сока. Полиморфизм здесь в том плане, что для нас интеграции систем, какие-то технические нюансы тоже не должны быть важны. Мы должны видеть в интерфейсе, что процесс работает так, а то, что под капотом, оно все больше и больше будет уходить в то, что нам дано by design, платформами, командами и так далее. И, наконец, автоматизация на самом процессе автоматизации. На сегодняшний день мы все с вами знаем, что проекты по автоматизации занимают полгода-год минимум, потому что любой процесс, его нужно описать, с ним поработать и достичь какого-то эффекта на какой-то платформе. Это нелегко. В будущем, на наш взгляд, нам нужно будет прорабатывать, а как нам автоматизировать сами проекты. Сами проекты, само написание соответствующих коннекторов технологически, само проведение каких-то аудитов, построение процессов и так далее. И вчера, сегодня и завтра. Идея в чем-то банальная, но тем не менее бесконечно актуальная. У каждого человека в компании, у каждого человека в команде, будь это СОК, будь это весь департамент информационной безопасности, IT или бизнес, автоматизация должна быть культурой. Это должно быть KPI, это должно быть желанием людей избавляться от рутины. Оно должно поощряться, это должно быть образом мысли. И у нас бизнес все время сейчас на хайпе. Тема цифровизации, диджитализации, BPM и прочее. Но мы на самом деле с вами делаем то же самое. Но вот в этом всем есть такой большой хайп и на уровне топ-менеджмента это все все видят, понимают. Это все то же самое, что делаем мы. И также это можно и до них доносить и с этим работать. И это должно быть культурой. Особенно в тех компаниях, которые предоставляют услуги, в вендорах. Это тоже должно быть. Мы автопозируем и себя самих. Предпоследний слайд здесь, который я хотел бы вам показать, это тоже в чем-то банальная, но важная мысль. Не надо никогда делать автоматизацию просто, чтобы она была как таковая. Нужно работать с тем, что есть сразу проработанные метрики, критерии успешности. Когда мы сможем показать, на примере сока, там несколько метрик здесь я привел, когда мы сможем показать, где мы конкретно сэкономили деньги, где мы достигли какого-то результата. То есть если мы с вами потратили денег в три раза больше, чем делать это вручную, наверное, здесь нужно взвешивать. Зато мы стали делать это быстрее, зато мы стали делать это эффективнее. Я имею в виду реагировать на инциденты, предотвращать ущерб. Но, тем не менее, есть ряд метрик, которые нужно прорабатывать и обязательно отслеживать по итогам и на промежуточных этапах. Некие выводы, которые здесь можно подвести. Первое и самое главное хотелось бы сказать, что автоматизация не демотивирует и не выкидывает людей. Она, наоборот, развивает и мотивирует персонал. Она нивелирует наши риски, связанные с теми тенденциями, про которые я говорил вначале. Что подходить к этому нужно системно. Системный подход – это и триада целиком. Мы всегда помним и о процессах, людях, технологиях. Платформа необходимая для того, чтобы достичь успеха. Правильно подобранная, выбранная, качественная. На ней работает правильно подобранная команда и, соответственно, строит качественные процессы, которые позволяют быть уверенным, что что-то не пойдет не так внезапно, потому что кто-то просто решил сделать по-другому, чем это прописано сценарием. Есть стратегия. Мы все понимаем, что перепрыгнуть шаги сложно, поэтому надо начинать с того, что обрастать экзоскелетом, дальше потихонечку отпускать руль и переходить к этому самому роботу, тоже не бояться в завтрашнем дне именно он. И фокус. Результат должен быть четкий, конкретный, осязаемый, измеряемый результат у каждого проекта и у каждого внедрения того же самого СААРа. Собственно, наверное, у меня все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok